Привет всем! Это Киврус и я решил попробовать записать видео в совершенно другом формате, некий лайф. Поговорить я сегодня хочу о новом сервере, который запустил, точнее уже, WoW Circle. Рассказать, что такое WoW Circle, какие особенности будут на этом сервере, потому что он посвящен классике. Расскажу, почему я считаю эту новость хоть сколько-то важной. Расскажу немного о своем опыте игре на Циркуле, плюсы-минусы. Пройдемся по каким-то, может быть, плюсам данного сервера по классике. И также зайдем и поиграем на нем, на этом сервере, посмотрим, как все изнутри выглядит. Ну, поехали! Окей, что такое WoW Circle? Это группа серверов, на самом деле их довольно много. Когда-то изначально они существовали под другими названиями, и на некоторых из них я играл, например, на некоторых БК-пиратках. Потом постепенно они как-то сливались, поглощались, не знаю. Ну и в итоге мы видим их вот под этим брендом. Сейчас тут много разных серваков, и по классике уже, и, ну, основная часть, конечно же, Лич Кинг. WoW Circle часто известен как Циркуль, или же Дыркуль, как угодно можно его называть. По сути, все это одно и то же. И Дыркуль, он, конечно, назван неспроста. Много война от игроков. Это я уже перешел к минусам. Относительно работоспособности сервера, много на теа про администрацию и так далее. Но какие же есть плюсы? Плюсы, мне кажется, прежде всего в том, что это, ну, на мой взгляд, самая крупная в русском комьюнити группа именно серваков пиратских. И, конечно же, довольно большой онлайн. Вот сейчас я записываю в такой, ну, можно сказать, прайм-тайм, 40 тысяч. Раньше я знаю, что он был больше, 60, 50, сейчас 40. Ну, что, в принципе, тоже для пиратки, наверное, неплохо. Основной конкурент это сервак WarMain, sorry. Давайте посмотрим, какой сейчас на нем онлайн. Уф. Ну да, по Лич Кингу он, конечно, мочит даже серваком. 12 тысяч и очередь 1300 человек. Я вспоминаю лучшие годы Лич Кинга на Офе. Наверное, это было примерно так. Безумно крутой онлайн, я считаю. Это супер, вообще классно на БК-сервере, который WarMain не так давно запустил. Вот, второй сервак Лордерон тоже, 4,700 и BlackRock. Поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, BlackRock это и есть бывший арен-турнамент. Такой вот онлайн, это, конечно, прям грустно. 32 тысячи. Ну, в принципе, учитывая то, что здесь нет Легиона, здесь нет классики, можно сказать, что в плане Лича, вероятно, WarMain уже дрючит в Circle. Ну да ладно, отклонился от темы. Поэтому плюсы это онлайн, плюсы это вполне такая себе рабоспособность на Лич Кинге, про другие не буду говорить. Минусы это аудитория, честно говоря, довольно-таки агрессивная, много школьников, но это факт. И я не могу сказать, что всегда комфортно общаться. Конечно же, есть нормальные гильдии, нормальные люди, как и везде. Ну, дебилов довольно много, это правда. Не знаю, почему. Может быть, вторую комьюнити особенность. Не знаю, но это так. Что ж, почему я считаю, что это важно? Ну, вот не так много у нас таких сильных игроков по пиратским серверам классика. Российских игроков практически нет. Мы знаем Атлантиду. Вот. Да, WoW Атлантиды. Сколько было пиара, песенки. Вовсеркл также сконцентрирован на донате. Ну, люди зарабатывают деньги, это нормально. Тратят их на ГМов, на поддержку. Ну, и себе в карман, конечно же. Это их право. Никто вас не заставляет им эти деньги отдавать. Соответственно, классик, ну, мне кажется, что будет аналогичным проектам, тоже коммерческим. И сейчас я расскажу, что как бы ярко об этом, в общем-то, говорит. Ну, что ж, поехали. Переходим на то, что нам известно сейчас о классике. Начнем с промо с сайтом. Вовсеркл запустили промо-сайт, посвященный классике. Сервак уже работает с 23 декабря. Сегодня у нас 28. То есть я записываю спустя 5 дней. В принципе, неплохой срок. Есть промо-видос. Круто. Ладно. Мне он не особо понравился. Дальше нам говорят о том, что мы ожидаем 4 плюс 1000 игроков на старте. Отлично. Посмотрим, сколько их сейчас. ДДОС. Русскоговорящий комьюнити. Ну, это хорошо. На что еще акцентировать? Западными конкурентами типа LightScope, Elysium и Kronos соревноваться бесполезно. Ядро известного проекта. Под известным проектом подразумевается, конечно же, Насталриус. Чей код в открытом доступе сейчас есть. Большая команда разработчиков. Прекрасно. Команда разработчиков. Это еще один минус. С одной стороны, она есть. С другой стороны, по опыту игры на Личкинге и Серкла, могу сказать, что эта команда достаточно долго порой фиксит какие-то баги. Может быть, они сложные, конечно, но хрен ее узнает. Две недели фиксить бабл у паладинов какой-нибудь, еще что-то. Ну, блин, не знаю. Дальше вот эти вот три пункта, которые в самом конце, я считаю, их вообще нельзя писать и выпячивать. Нет, стабильность, работоспособность и гарантия – это вот три столпа, которые являются главным соревнованием между всеми пиратками. Все пиратки пытаются где-то друг друга именно по этим пунктам себя перегнать. Но чего точно ни одна из них не может вам гарантировать? Это, собственно, гарантия от потери данных. Ну, это чушь. Ни одна пиратка вам ничего не гарантирует. У вас нет никакого с ними соглашения, никакой лицензии, ничего. В какой-то момент она может закрыться, вы останетесь ни с чем. И никто вам это никак не компенсирует. Так же, как воровство вашего аккаунта, что, к сожалению, очередной минус Circle – это не редкость. На Circle реально часто тырят аккаунты. Чтобы администраторы серва не говорили, мол, это сами пользователи дебилы, у меня один раз украли аккаунт. Я ни разу не видал никому его, никуда не вбивал эти данные, и его сперли. Его вернули за две недели, что тоже не супербыстро, но, слава богу, вернули. И так получилось, что, не знаю, совпадение это или нет, но у меня его украли как раз тогда, когда я одного из персонажей просто продал. У меня были бонусы на счете в кабинете, и они исчезли после того, как мне вернули аккаунт. Очевидно, что их кто-то там кому-то перевел, потратил, я не знаю, что могу сказать, что им было просто насрать на мои бонусы, и никто мне ничего не вернул, не компенсировал. Поэтому, вот, собственно, вам решать. Мне кажется, если такая же хрень будет на классике, где явно такие же будут проблемы и защиты вашего аккаунта, и защиты ваших данных, персонажей, бонусов, вы можете оказаться в такой же ситуации. Поэтому гарантия – это просто смешно. Но работоспособность, допустим, если это насталриус, может быть неплохой. Стабильность, ну, действительно давно существует этот рилм. Возможно, он еще будет долго жить, не знаю. Ну ладно, двигаемся дальше. Только классик, только хардкор. Вот, дальше веселье. Веселье, а почему, покажу. Играйте на сервере с прогрессирующим миром. Ну, это правильно, как иначе. В самом начале, извиняюсь, забыл эту фразу, пропустил. Игроки давно просили открыть игровой мир, данные версии, но ранее это было сложно сделать. То есть, они говорят о том, что их давно просили запустить пиратку по классике, но они не могли это сделать, не было ядра. На самом деле, они врут, ну, либо не договаривают. Классика уже запускалась некоторое время назад, ее запустили с полным контентом и с возможностью донатить сразу. И она, конечно же, быстро загнулась. Там онлайн был, не знаю, 500 на старте, ну, грубо. Прогрессирующий мир, это обязательно, и условия, мне кажется, любой пиратки. Сейчас по классике. Окей, тиры. Вот это, конечно, тир-2, он не похож на тир-2, хотя, конечно, это он, но, не знаю, какие-то цвета убогие. Ладно, дальше больше. Напомню, это классика. Ну, если вдруг кто-то не понял, то это тир-4, тир-5, тир-6 из БК. Прист, Шаман, Чернокнижник, Друид, Паладин. Вот, дойду специально до Паладина. Как мы видим, кроме вара у всех почему-то БК сета. Я не знаю, чем они думали и зачем это было делать. Я сомневаюсь, что они это сделали неосознанно. Многие ютюберы уже на это, ну, обратили внимание, обосрали с ног до головы и, наверное, правильно сделали. Ну, может быть, какой-то есть подвох, может быть, они решили поменять модели в классическом ВОВ на БКшные, чтобы какое-то обновление внести в игру, хотя не знаю, зачем. Не знаю, любой игрок классики проблюется от этого. И, ну, как бы, если это глюк, то почему они не исправили, ведь уже прошло времени, давно, ну, много времени прошло, как на это обратили внимание. Ладно, готовы. Долбанный гоблин в БК с эти. Вот что за дерьмо вообще? Кто это придумал? Ну, правда, ну, прям брежет глаз. Ничего против гоблинов, не имея БК сетов. Люблю их, конечно же. Сеты, не гоблинов. Но зачем это было вешать на сайт, напомню, классики? Хотя нет, подождите. БК сеты, гоблины, кажется, это мне что-то напоминает. Да, ну вот и типичный, типичный дреней в Тир-6. Это яркий пример классического персонажа, оригинального ВОВ, конечно же. Там было очень много дренеев. И очень много Тир-6. Ладно, смотрим дальше. Доступен только у БРС пока, да? Ну, по-моему, 1-2 уже патч, то есть ДРМАУ уже есть. Теперь посмотрим уже какие-то более фактические вещи. Значит, та же песня про «Давно просили». Вот, ключевые вещи. Рейты на прокачку и Х3. Ну, когда ставится рейт Х3 в классике, понятно, что это же никакая не классика. Ей не пахнет. Дальше. Ручная смена рейтов. Вот это вообще бред. То есть, вы можете сами поменять себе рейт на опыт. Хотите Х3, хотите Х1. Команда XP-рейт. Также можете заморозить. По поводу смены рейтов. Зачем? Вот кто это будет делать? Даже я, как бы, любитель Х1, имея возможность играть Х3, конечно же, буду играть Х3. Я что, мазохист? Вот, представьте, что вы едете на машине по трассе, и вам говорят, как бы, ну, здесь ограничение 60. Вы что, будете ехать 20? Ну, наверное, нет. Поэтому, ну, мне кажется, это какая-то тупость. Не знаю, может, какой-то смысл есть тайный, но я его не вижу вообще. Ладно, WorldPWP, Hardcore, отлично. Локализация на русском языке. Вот это позитивно, да. То есть, как и в Атлантиде, если не ошибаюсь, там, собственно, есть выбор языка в клиенте. Так же и тут. Отлично. Постепенно открытие, стабильное, распособное ядро, понятно. Ну, и вторая вещь, которая, мне кажется, убивает, не знаю, правильность, что ли, этого сервера. На мой взгляд, правильность. Донат, конечно, донат топ-предметов. Это то, чего не должно быть в классике. Но тут он есть. Нам говорят, что топ-предметов мы не можем их покупать. Хорошо, уже хорошо. Легендарки, слава тебе, господи. Но вот то, что он есть, это уже убийство определенное. Правильно? То есть, вышел BVL, вы можете взять и донать себе тир-1. Ну, конечно, круто, да. Очень хорошо. А донате? Будет доступна лишь покупка золота и смена ника. Ну, смена ника хрен с ней. А вот покупка золота, как будто это мелочь. Ваниль это не мелочь. Золото это очень серьезная вещь была в ваниле. Также введутся VIP-аккаунты. Кто не знает, что такое VIP-аккаунты, ну, насколько я помню, я никогда не покупал, конечно же. Насколько я помню, VIP-аккаунт позволяет не стоять в очереди, иметь повышенные рейты на прокачку, опыта, хонора, если даже не ошибаюсь, репутации. Стоил он какие-то копейки, типа там 20 рублей в месяц. Ну, опять же, собственно, такое же говно ввели в Атлантиде. Здесь хотя бы никто ничего не скрывает. В Атлантиде это было как-то завуалировано. А здесь все напрямую. Пожалуйста, покупайте себе золото, пожалуйста, донатьте VIP-аккаунты, все будет у вас. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Ну что ж, кто не знает, это страничка личного кабинета вашего офсеркла, где вы видите то, что, собственно, как пополняется ваш баланс за пожертвования. Ну, он же донат. Давайте посмотрим, что можно купить здесь в меню. Разные есть функции, бонус-услуги, всякие управленческие вещи, типа пароля, имейла. Магазин товаров, где, собственно, все и покупается. Доспехов нет, оружия нет, остального нет. Окей, может быть, можем купить персонажа? Давайте продадим. Продадим нашего варлока первого уровня. Ладно. И самое главное, что уже должно быть, это бонус-услуги. Да, они есть. Есть, пожалуйста. Перенос на другой аккаунт 240. Кому это надо, не знаю, пока нет. Смена никнейма 80 рублей. Ну, по-божески. По-моему, наличники раза в два дороже. А может быть и нет. Получение одной золотой монеты. Один голод 40 рублей. Ну, не знаю. По-моему, это, конечно, мощно. Сто золота 3200. Три двести. Охренеть. В общем, 3200 рублей за 100 голодов. То есть, допустим, Epic Mount, соответственно, это надо умножить на 10. То есть, Epic Mount стоит 30 тысяч рублей, если просто задонатить. Оттас. Ну, в общем, 30 тысяч рублей, да. Ну, не знаю. Конечно, классно. Что могу сказать? Еще буквально дня три назад сумма стояла 4000. То есть, они за три дня уже снизили на 800 рублей. И вчера тоже было 3200. Я заходил проверить. Так что, ну, цена явно будет снижаться, потому что за 3200 вряд ли кто-то будет что-то донатить. Кому нужно донатить 100 голода, блин, за 3000. Плюс там по комиссии, в общем, наверное, там по 3500 получается. Ну, и, собственно, больше ничего нет. Нет ни VIP-аккаунта, ничего. Я слышал, но он сказал сегодня на стриме у Valde, что VIP-ы уже ведут вот-вот, то есть буквально завтра. Посмотрим. Акции до старта. Вот здесь было много различных акций, много видосов даже. Некоторые блогеры типа ветерана WoW запилили видео на эту тему. Также Valde подключился сегодня. И, по-моему, даже прямо сейчас стримит с Ноном, с администратором, вот с этим самым, с администратором Сёркла. Стримит WoW Сёркл Классик. Говорит там о том, что да, да, баги, конечно, есть. Вот на Офе они тоже были. Вы только вспомните. Ну, блин, это было 13 лет назад. Сейчас не 2004 год. Вот какие баги. То есть, ну, просто не надо сравнить Оф с пираткой. На пиратке всегда будут баги. В любом году, мне кажется, на ваниле они всегда будут. Вопрос только, насколько они существенны. Ну, да ладно. В общем, какой вывод из всего этого описанного здесь, да? То, что это будет коммерческий проект на зарабатывание денег, как и все предыдущие релмы WoW Сёркл. Ничего особенного нет. Играть на этом сервере будет наверняка какая-то активная команда ребят, которым просто надоел Лич Кинг или другие дополнения на том же Сёркл. И они перейдут просто посмотреть на Классик. Им будет комфортно, привычные завышенные рейты, донат, все, как они любят. Ну и, соответственно, я думаю, они будут являться основным костяком этой аудитории. Настоящие фанаты ванилы не будут здесь играть. Это, опять же, мое мнение. По поводу постепенного открытия мы видим, что все за год будет реализовано, все патчи. Многие тоже на тему панели. Я считаю, здесь ныть не надо. Это нормально, потому что даже на том же Элизиуме, пожалуйста, Сёркл запустился в ноябре. В декабре последний патч. То есть, о чем это говорит? Что, в принципе, хронология плюс-минус такая же. Ну и ради бога. Хотят успеть до выхода официальной классики, срубить денег, выпустить все дополнения. И также удержать аудиторию, которая будет постоянно радовать новые выходы. Каждый месяц новые выходы патчей. Все правильно. Собственно, как и рать на этом серваке. Здесь есть отдельный клиент. Я не знаю, чем он отличается от обычного. Кроме того, что есть русская локализация, наверное. Да, безусловно. Также есть встроенные аддоны. В принципе, тут можно еще больше их скачать. Даже ссылочки дали. Молодцы, удобно. Через торренты легко скачал уже клиент себе этот. Чтобы заценить. Так, ну знаете, что посмотрим онлайн. Какой сейчас онлайн? Так, где онлайн? Ага, окей. Вот статус серверов. Посмотрим. Пока я записывал видео уже, видите, онлайн немножко снизился. Ну вот, собственно, Личкинг. Довольно много людей. Но, опять же, как мы видели на Вармейне, там 11-12 тысяч. Здесь, конечно же, онлайн меньше полтора в два раза. На классике. Сейчас 3 900. Максимально онлайн 4 700. Ну, на старте, наверное, и был такой онлайн. Теперь он стих. Посмотрим за все время, как вышел сервер за 5 дней 20 тысяч аккаунтов. Уникальных игроков за сутки 6 тысяч с чем-то. И за сегодня создали 900 аккаунтов. Ну, молодцы. Ну, в общем-то, и все. В принципе, 3 900 – неплохой онлайн. Единственное, что, как и на любой пиратке, мы никогда не можем узнать, правда это или нет. Действительно ли 3 900 – это тот самый онлайн, который есть сейчас. Кто вам мешает подкрутить цифры, какой-то коэффициент поставить. Поэтому, ну, допустим, это правда. Тогда это не так уж и плохо для классики. Правда, сравним это с другими серверами. Классику надо сравнивать с классикой. Собственно, вот, пожалуйста, LightScope. 7 800 на одном только Realme, который 20 часов работает без перебоя. Не зря это самый, мне кажется, популярный сервер по классику. Ну, и то есть суммарно тут под 10 тысяч онлайна сейчас. Только на классике. Поэтому, ну, конечно, с такими монстрами тягаться он не сможет. Атлантинда не пишет свой онлайн. Кронос, если не ошибаюсь, тоже. Не ошибаюсь, да, здесь не пишется онлайн. Ну, может быть, где-то в другом есть. На Элизиуме онлайн тоже, по-моему, не пишется. Но на Элизиуме он тоже неплохой. Ну, вот, собственно, и все. Давайте теперь зайдем, наконец, в игру. Посмотрим, что она себя сейчас представляет. Ну, вот мы и зашли в игру. Мы в игре. Вот он, выбор языка. Что можно сказать? Что, да, придется перезапускать игру. Я, конечно, люблю больше английский клиент. Но, окей, здесь русский. Будем играть на русском. Сейчас зайдем в свой аккаунт. Отлично. Ну что ж, мы зашли на свой аккаунт. Давайте создадим персонажа. Я хочу проверить команду Xperia. Это мне любопытно. Я хочу посмотреть онлайн в стартовой локе. Сколько там реально людей будет вокруг бегать. Суммарно онлайн посмотреть. Сколько за пять дней уже. Шестидесятников. Это тоже важно. Понять, что такое X3 Rate. И вы видите это вживую. Мне кажется, андетов должно быть много. Конечно же, мой любимый варлок. Кстати, что важно, здесь не работают русские ники. Допустим, вот. Только латиница, да? Ну, это прекрасно. Видите, русский мир с английскими никами немножко непривычно. Ну, ладно. Да, и аддоны. Вот, собственно, все аддоны. Атлас, Биг Винкс. Это типа ДБМ, а картографер. Дизмаунт, чат-бар. Чат-бар вообще не люблю. Нахрен вырублю. Квести. Мне он тоже не нужен. Биг Винкс только тормозить будет. Ну, в общем, ладно. Зайдем, затестим. Вот мы зашли на сервак. Народ качается, я уже отсюда вижу. Пропустим, нахрен, доставочку. Отлично. Патч 1.2, WoW Circle Classic. Все как есть. Да, говорит, сразу ностальгия. Давно я в Classic не играл на пиратке. Так, ну что ж, уже какие-то люди есть. Ну, полчаса народа я, конечно, не вижу. Прежде чем пойду бить мобов, давайте посмотрим, собственно, онлайн. Ху. Ну, не скажу, что это очень много, но люди есть. Ну, я не знаю, ребят. Я знаю, что на Ильизме, когда я пару раз заходил, было бы гораздо больше народа стартовой локации. Ну, наверное, это не так плохо, что тут есть хотя бы эти. Причем, говорит, что показано только 50. То есть, может быть, их еще больше. Ну, что ж, ладно. Посмотрим, сколько 60-ников уже есть. Уф. Пожалуйста, за 5 дней уже, ну, не знаю, 25-30, 60-х за Орду. Предположим, что их тут 50 на 50 Орды Альянс. Ну, наверное, еще столько же за Альянс. То есть, больше 100 игроков уже на максимуме. Уже в БРД. Ну, окей. Конечно, круто. Давайте затестим эту фишку с тройной экспой. Так, пройдем чуть дальше. Во, отлично. Два моба. Что ж, посмотрим, сколько опыта дадут за одного моба. Раз. 150. Тестим команду. Кто не знает, они все... Ну, это гмска команда, они все пишутся через точку. Так, сейчас у меня xp rate был. Скорее всего, по умолчанию. x3, правильно? Теперь поставим себе единицу. О, пожалуйста. Rate теперь на уровне единицы. Мне дали, напомню, 150 опыта. Вот она, классика. Уже маны нет после двух мобов. Да после полутора мобов. Пошел Shadow Bolt. Да, это вам не Легион. Ну, сдохни ты уже, наконец. Блин, пипец. Вот, 52. То есть было 150, теперь 52. Отлично. Но я же не мазохист. Я же не хочу бегать 1, когда есть x3. Ребята, это для вас новость. Если кто-то будет здесь играть, что рейтинг опыта вы можете менять только раз в час. Что ж, придется мне целый час, типа, качаться с рейтом x1. Что я, конечно же, делать не буду. Ну и последняя команда, xp disable. Возможно, тоже он будет ругаться, что слишком часто. О, все, теперь у меня за дизебили xp. О, нет, слава богу, здесь нет кулдауна. Да, и насчет кулдаунов. Ну, из таких прикольных аддонов, которые, конечно, должны быть у всех, это OMNCC, и он тут стоит. Вот, показывает время. Картографер, прикольно. Похоже, онлайн действительно такой, который пишется здесь. Может быть, мало людей в стартовых локах, потому что они качаются в три раза быстрее. Но, тем не менее, о никаких десяти тысячах тут речи не идет. И, учитывая, что сервер только-только стартанул, а онлайн держится на уровне трех-четырех тысяч, ну, мне кажется, это говорит о том, что сервак не сильно взорвал пространство Warcraft. Ну, наверное, своего покупателя он найдет. Что ж, возвращаемся на великолепную промо-страницу. Я прям сейчас открою на гоблинах, чтобы круто было. Любая пиратка — это риск. Риск потерять все ваши вложенные усилия, время просто в пустоту. Вообще, про пиратки это, наверное, отдельное видео надо снять. Но конкретно про эту здесь вы столкнетесь, возможно, с нормальным онлайном. Неизвестно, насколько долго хватит этой аудитории из серваков, Личкинга и прочих. Вы столкнетесь с достаточно грубоватой администрацией, с грубоватыми игроками, местами туповатыми, с, конечно же, дисбалансом за счет доната и рейтов x3. Мне кажется, ну, классика, она не про донаты, не про завышенные рейты. Она про другое. Если вы просто хотите поиграть в классику, где вроде бы все работает и не так сложно качаться, как на настоящем классике, ну, окей. Ну, я бы не вкладывался в этот сервак. Честно, на циркле я никогда не играл на сервере, кроме фана. Потому что на фане вы сразу 80-е на Личе, вы сразу в каком-то шмате. И я просто поупешил, не заморачивался. Потому что я понимал, что у меня могут украсть аккаунт, никто мне ничего почти не вернет. Мне могут забанить непонятно за что и как это делается постоянно. И также, ну, просто сервак может в какой-то момент лопнуть, его закроют, он свалит и не знаю, что угодно. Даже на таких проектах, как Elysium, ну, тот же Nostalrius, у них было много трудностей. Там была при этом большая поддержка. И они создавались как идея. Идея воплотить в жизнь игру 2004 года, там, 5-го, 6-го. То есть оригинальный Warcraft. Здесь же не пытаются создать оригинальный Warcraft. Здесь пытаются создать удобную классику, я бы это так сказал. И заработать денег. Это их право. И их право деньги собирать, ваши право деньги отдавать. Поэтому решать вам, играть или... Ну что ж, с вами был Kyrus. Подписывайтесь на мой канал.